В часы, когда на водокачке подключают водоснабжение, жители села Ирыс стараются наполнить всю свободную тару в доме. Воду здесь дают по часам, а это значит, что запастись ей надо основательно. До следующего подключения. В 7 утра подключают, отключают в 7 вечера. Ночью в виде исключения подключают только в случае свадеб или похорон. Это водонапорная башня, а вместе с ней сети были построены в 70-х годах прошлого столетия. За почти полувековую историю существования водопровод в этом селе ни разу не видел ремонта. А потому порывы здесь стали обычным делом. В последнее время стало очень сложно. Только посмотрите, из-за этого порыва у нас течет вода в перемешку с грязью. О каком качестве может идти речь? А сколько людей болеют из-за такой воды? А я, например, плачу за воду почти 2000 тенге в месяц. Так хотя бы качественную воду давали. Нет же по часам несомнительного качества. На что идут наши средства? И в Ахимате нам никто ничего толком не говорит, только обещают. Пообещали и в этот раз при включенных камерах и нашей съемочной группе. Впрочем, шанс, что обещания не останутся пустыми словами, все же есть. Как стало известно, на ремонт системы водоснабжения в этом селе выделено ни много ни мало – 37 миллионов тенге. Действительно, все водопроводные сети в этом селе устарели. В этом году выделено 37 миллионов тенге на полную замену системы водоснабжения. Старая водокачка будет полностью отключена. И во все 156 домов в село придет качественная питьевая вода, которая будет подаваться бесперебойно. Тогда же, по словам специалиста, и рысовцы и будут платить за водоснабжение на порядок меньше. После установки в каждом доме приборов учета оплата будет производиться только за потребленную воду, а не по количеству проживающих в доме, как это происходит сейчас. Саида Турсуметова, Талгат Абнабиев, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.